себя вам даром и здесь обувший ходим заходи заходила ну там туда птили просто где-то и все просто мы так и ходим потом подметаем только решилась прийти 15 минут восьмого добрый вечер гости не добрый вечер братья гостинчик расскажи как поживаешь там завела хорошо поживаю слава богу по мне не видно как у за и за занятиями то там они как батюшка отпуск ушел и вообще занятия никаких нет то хоть было воскресной школе немножко но он как сам проводил что-нибудь включит какой-нибудь фильм мы стали библию читать на ветхий завет но я-то яна ученая я от школы воскресная отлучена поэтому я просто так знаю когда кто там что-то рассказывает чего но и батюшка объявляет она на дом никто не приходит тебе ко мне нет нет никто не бабушки живу на бабушке я за бабушкой ухаживаю и там ночую вот и ну хожу я в литургию нас три воскресенья подряд а тут в отпуске будет будет батюшка не будет богослужения только акафист воскресный 10 часов акафист ну да он где-то без 57 ушел у вас раньше уже не было в семь он пораньше решили поужинать я так и понял что никто не придет потому что дождь идёт думал кто ты был спит тем более с ребенком куда она перевернулась то на один раз спала вчера второй раз налегла и вот я сидела все вместе решили шпаки вот а тут уже второй день здесь и не пришли не пустя как это с братьями не повидаться и не вытерпела наделал капюшон на голову плащ длинный офицерский языка языка называется у меня в армии в ракетных войсках служила частенько одевали бегали в этих языках и вперед а дождь-то хороший а капюшон чтобы вот тут я не не схватила ничего думал что не свалилась у меня из плеч никуда и мокро даже тут чуть не до локтя как поживаете все еще там на прудах работаете уже с прудами боремся с этим бобрами на бобров то видели не видели бобров они ночами работают от него от которого один там как-то не поймали в начале весны как-то поймали все больше никого и не было но а деятельность то их видите то есть у него там хоромы такие хорошие были них своя жизнь своя своя работа он главное умный такой есть такая как будем в виде поговорки хитер-бобер вот видимо оттуда пошло андатры ловится а он не ловится а он же большой да машу и до 30 килограмм есть да 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 это как ребенок какого возраста года три наверно ого ничего себе как не больше наверно так он такие деревья никита худой такой стал совсем да мне кажется такое было поджаристый просто на роликах это одно это другое это другое да камера помнит немножко так что вот так чем мы сидим за компьютерами общаемся с кем-нибудь или читаем за что-то еще смотрим какой же на меня вышел димитрий забыла володе как пащенко поклон он думал я наверно в потеряевке какой-то этот выходил забыла как его кузнецов он меня знает а ну да да знают ага чё-то сестра не помню а спрашивал меня что третий у него брак и что-то как совета про правильно я или уже забыла что-то какой-то такой вопрос щепетильный думаю ну а ты говорю священника то спрашивал да батюшка готов первые два это будут невенчанные кто блуд сказал батюшка ты же говорю обещался так перед богом то это все равно виноватый знаю тут как раз на какие значит это говорит у кого надо а у сергея говорит козла он ушел от ответа я говорю как раз этого кузнецова то и вопрос сейчас отвечен будет игнатий тихович а он ушел он мне задал вопрос да я примерно знаю что то почему к сергею потому что у него 1 коринфянам 7 глава у сергея самое любимое рассуждение на все это как сергея пупков ну вот это все на роликах то видели столы и все я все лето хотела думала бабушка бабушка это ролики смотрит тоже со мной приезжает домой мы уже 7 месяцев с ней 5 месяцев у нее нога была сломана зажила потому что ты стала ездить ко мне дома на интернет у меня я включала на ролике ей понравился игнатий тихонычкой только его включай вот особенно беседы с сектантами понравилось и на хозяйственные нужды как я и включу она немного не дослышит а там же звук то уже немножко искаженный потому что где-то что-то делаете ну или ветер там или она же все это звук не так она не слышит ей не интересно на хозяйстве нужно а почему он воспитывает чужих детей да еще глухой он сам не слышит а воспитывает так она мне задает вопросы такие как это родители отдали ему детей воспитывать ягодок вы послушайте как это свете библии же он все это объясняет она потом нового родители я бы родитель не против верующие и дети хоть чтоб немножечко так верит а тоже тоже нежелательно говорю что не верующие совсем тут в лагере православные но вот такие вот беседы с сектантами я и включала американцы которые но тут тоже он едет за рулем тоже слышность не какая-то это старые еще ролики проповедь за гробом вот последнее включала думаю что-то я еще не включала вот это как же жжет она сказала игнатий тихонович что-то такое вот и вот она загорелась вроде бы поехать а здоровье 82 она но никакая кости болят артрит артроз этот вот ее ломает через день и она она у меня в уныние когда-то все начинает у нее и в уныние впадает и такая вообще и слезу может пустить и все на свете и вот думаю ну как вот я и скорую давай вызывать без конца и края сама прям а у нее чё с родственниками так нету никого почему есть фермера он до сих пор это убирает но на воскресенье не чтит это самое так то храм построил в завьялово вы же знаете наш храм какой как митрополит сергий то тогда был епископ как приехал освещать и говорит о в городах таких даже не бывает храмов у вас тут завьялова не везде в городах вот так вот он храм достроил 16 лет мы строили строили это ну денежки как уплывали вроде соберут соберут из населения уже население потом не стало доверия никакого не стала сильно давать вот и дужкин вот который строит барнауле там какой-то поселок богаты он тоже он наш земляк он спонсировал раньше этот храм ну а деньги он здесь сам то не завьяла в это не был а только вот деньги отпустит опять уплывут и вот к нему ходили вроде как на поклон и все такое прочее вот пока от виктора его зовут пока виктор не взялся вот и бригада у него и деньги вкладывал и храм не был построен 16 лет он сегодня это все тянулось построили наконец-то у нас как обычно да сперва храм построил потом народ начинает вызывать ну сам он не ходит не ходит и не знаю я еще не а почему не ходит но рождение не было просто бабушкина вера раз он рассказывал говорит бабушка у меня точно также же было с бабушкой ходила по покойникам у нас в деревне же так а куда ходит на кладбище покойника вот как-то умрет всей деревне же идут нот маленькие внучата как с кем они с бабушками меня за руку пошла я с ней и вот я с тех пор я и когда работала в какой организации не работала как похоронных похоронной команде была дельки носила я не боялась покойников ты пойдешь ты это раз раз не боишься а я не боялась бабушка наверно с таких пол приучила и у и он тоже самое у него бабушки наверно у меня потом рождение духовное было у него этого не было вот ну и может быть глядя на маму на свою вот эта мама что вы ныне уже 20 лет она как уныне но в периодически как он говорит у нее два лица одно на настоящее когда мама и когда мама ну беснуется я и я его спросила это можно все говорить на камеру и все потому что когда я звонила просила молитву вашей поддержки вот и а до этого я как-то думаю это же это же его тайна думаю как я могу открыть друг а у нас в Заяновске смотрят ролики некоторые да не многие смотрят вот это признаются но это хотят что в тайне это все было потому что батюшка то против наш батюшка против александр два раза съездил сюда и все против все ну как как сказать сергий вот ой не сергий а наши епископ епископ всеволод мы слышали вы знаете что он запретил и наш потужил ну как он свое мнение не имеет так скажем вот ну и все вот когда я спросила тогда это это все думаю ладно тогда можно будет поддержки как-то я вот не знаю у меня с мужем такое же было он же их видел при по смерти там перед смертью и я знала что это молитва поставить надо а почему-то с бабушкой тут я немножко не так у меня получилось как-то вот пока эту поддержку вашу не попросила тогда у меня все пошло как нужно то ли может быть вот так что мама мамы два лица как он говорит что одна настоящая другая вот а на самом деле так вот они когда владевают и вот она не меняемая делается и и ну знаем как это бывает что себе они не принадлежат эти люди я вот сейчас сравниваю говорю племянница правильно крещеная верующих родителей один из них рожден свыше другой не рожден свыше но тоже верующий других-то глазах большинство вроде как верующий вот и ребенок-то совсем другой или мои внуки дочь дочь моя знает меньше она знает что это без снования что ее дети без снуются она знает дело в том что у езды так сказано примерно так своими словами я сейчас вот припоминаю что-то спасаемых там он езд раздавался этим вопросом ему ангел ответил что там как капля в море и песчинка в пустыне то есть очень мало спасаемых такое сравнение идет то есть ой и вот так вот знаешь совсем другие у верующих то дети такие другие вот смотрю я на племянницу на свою и вот и сравниваю это с внуками какие внуки печально и они не крещеные совершенно дети дети у меня дочери моченые вот московской патриархии храмов новосибирске а сами то не ходят они или ходят не ходят не ходят молится младшая молится слава богу хоть дома до младшей много показано через смерть отца моего мужа очень много показано и она это она понимает за руль садится молится вот такие ситуации когда вот ребенка из деревни от сватов привезли это не могла раз я с бабушкой вроде как не могла он заболел она на работу вышла маленький еще двух лет нету вот вынуждена была в деревне то привезти к сватам а там постоянно телевизор телевизора сидят и вот он не меняет делался кричит ночами под по кровати они ничего не могут вдвоем сделать с мужем на работу идти не спавши практически но человек засекала каждые полчаса не поймем в чем дело пока говорит стала молитву читать его на ушко уснул очень даже будет стала читать знает что святая вода помогает а так муж говорит я хочу чтобы дети мои осознанно крестились что бога сами не под давлением никак ну как под давлением понятно что если сами не молятся в храм не ходят а что толку крестить дети они как бы институт как там говорится то есть пример берут они даже не понимая берут пример с родителя как у нас один брат тут на вечернюю ходил службу и сына отправляет идти на вечернюю службу тут в потерявке он где папа ты же не ходишь хочу я пойду ну то есть прямо в глаза ему сказал личный пример обличил даже обличие обличение да это господь так делать я на урале был вернее переписывал с одной из урала с девушка она говорит стояла там ларьке как обычно при храме владе торговля то идет вот а мы сколько беседовали с братьями там говорили об этом что торговля это грех все-таки запрещено да и сам господь изгонял торгашей из храма продающих покупающих а потом она говорит заходит двое мужчин говорит один из них оказался мусульманин второй видимо то ли православный ну такой видимо захожане этот мусульманин гиталаз гиджета в евангелии то что написано что торговля запрещена что-то тут вроде стоишь все она тут же вышла подошла батюшки сказал батюшка я больше это послушание нести не буду в чем дело иди давай нет я не буду все и отказалась вот так вот то есть ее же мечом который господь до вложил в руки поразил какой-то мусульманин то есть вот так вот ждем-то на нас своих то не слушай хорошо она услышала услышала почему-то мы как-то своих не слушаем ну как говорят нет пророка своими отечестве то есть чужих как-то прислушиваться больше замечал сколько раз хотя те уже тысячу раз повторили а другой человек так услышишь как надписи наши здесь хорошо хорошо так четко все это издалека видно со всех углов как говорится да вообще радость это кто вам сделал на это это там один человек это по ходу делать и протестанты что-то не православные ну что видишь как четко ясно из библии римлянам все указывает а только протестант так указывает ну и наши общины еще сейчас принципе я смотрю православные тоже пробуждаются много бесед в интернете может видела там с сектантами священники выходят беседу то есть по слову божьему если она не смотрела потому что я практически так то когда была одна я все просматривала почти почти много много говорится все в горячем виде а сейчас с бабушкой поэтому интересный беседы сколько смотрел есть конечно кое-что любят наши православные оправдывать это мощи это иконы наши кстати бабушка моя про мощь к мощам никогда не ходила вот она тоже православная как против истерка те корни у нее трагицы вере это вот это вот все а мощи никогда хотя бы мощам и мне это как-то тоже говорит ну я поражаюсь как так можно мощами но и я это и дальше говорили бы ну исцелились даже если исцелились а что дальше 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 то все равно их царство небесное то не если рождение духовное не было я с ней рождение все-все-все все-все говорю а как это я говорю бабушка вы уже на пороге смерти вам надо уже просить чтобы дух святой вами руководил а вам видите руководит одно время то он знаем чего и ногу-то она сломала дьявол и приступал к ней она их видела ясно видела их несколько было плечом страшно вообще страшно и она рассказывала сын-то это не поверил это феврале случилось сын-то не поверил поначалу а потом когда я пришла я давай рассказать что муж там мой тоже видел какой ужас на лице я говорю до самой смерти я не не забуду его лица и опять мне кажется он не сильно-то поверил а знаете какое чудес чудес только случается у нас вот когда вот у вас был ураган и у нас в субботу летом и у него вы бы а я еще перед этим сказал чем мы тебя еще напугать вот вот только столько много понимаете я я воспользовалась своей ситуации и он-то невольный слушатель оказался он может мне в другой момент он не слушал а раз я с его мамой тут занимаюсь и он по неволе-то из-за уложения на это да и столько всего я говорю чем же тебя еще напугать тут а у нас был случай в соседнем селе малиновки что вышел на преображение стяпкой полоть мужчина мы прям фамилию называли его этого все и откуда ни возьмись гром и молния и и он мертвый соседка там что-то видела это это все а жена ждет по ждет и сыра сыра было вроде дождь прошел вообще дождя бы вроде книги не ну не было ничего тут бах и все она выходит жена жили раз прекрасно но они чуть постарше меня и воронье кружит над ним уже воронье каркает и все мне как не забыть тоже до самой смерти вот но это же говорю кто мудрый тот ведь поймет в праздник а потом я когда-то случай забыла я еще работала сколько 6 лет не работаю а потом в храме стали говорить я вспомнил это про сорокина говорили в храме батюшка стал объяснять до него тоже кто-то там уже через некоторое время рассказал дошло я ему вот этот случай рассказала а он воскресенье работает работает в субботу воскресенье фермер и так ваш искушение того как тем более нынче такая тяжелая обстановка для фермеров трудновато сыра вы сами понимаете да и и вот чем же вы еще напугать и бах вот тут этот ураган а я как раз поехала фрам на вечернюю мне не препятствует бабушка если заболеет четко вечером и на литургу и утром воскресенье она же оказывается батюшка не собирался как раз вот это вот казанскую-то икону или какую-то ой какое у нас место на поклоняемое скажите карабелька карабельская да вход этот крестный оказывается батюшка примкнул он-то после инсульта у нас батюшка но я не смогу наверное а тут примкнул на машинах несколько машин поехала и вон поехал с ними так неожиданно уехала я тогда думаю я домой не к бабушке домой вернусь а тут как раз так такая туча все я прямо на улице стала молиться приехала на улице не оказалось что-то туча расходится на моим домом и и давай акафист иисусу открыла и молилась даже даже на колени суббота была колено преклонено потому что до того страшно темно было но она и вообще швейтер сильный и у него вот именно у него на полях защитку то поля вырвала вот так и бросила он говорит каждым выразился как для ног как и ведь много-много не не на всему это не пошло у людей крыши поснимали в другом селе значит кому-то руку поранила эти явно не посрезала ущерб и 33 дня не было света что значит не было света летом у кого-то там же и мясо же и все в холодильных камерах сейчас без мяса-то обыкновенные мирские любители летом не живут не постятся ничего вот это это все забитое вот так он как же он говорит что-то с глаза как-то глаза будет я как глянул это все так он сколько-то дней убирал это все с трудом да еще и нанимал там не один это я говорю но опять же я им кто мудрый тот поймет я говорю во первых тебе господь показал это попустил говорю бесов выдраться с корнем ты в них не верил наверное вот что бабушка рассказала мать его что я рассказывала как-то мимо на прошло сомневался и вот это вот что какая-то силище оказала ну и во вторых то что ты воскресенье не чтишь это субботу дело было перед воскресеньем воскресенье не чтишь вот так и бабушка его обличает во все ягод сколько ему до тебя говорила про воскресенье прям чуть-чуть со слезами дело то что я вспоминаю сразу пример из библии плитча богатей лазарь четко ясно он где даже если кто из мертвых воскреснет не поверить почему потому что у него есть закон и пророки вот если он библию не считает ничего вера откуда она начинает то есть ему на в первую очередь взять в руки библию начать читать он здесь от этого я говорю ты хоть да слушай ты же ездишь конечно за рулем он много за товаром ездит скачал дочит слушай а на слух он хорошо воспринимает вот я иногда проповеди на какие-то читала зимой в феврале же пришла он более более свободный и он слушал со вниманием такой такой ему кое-что так интересно было я вижу что заинтересован хоть я как сказать пользовалась своим положением то своим а все равно как-то я интересно у него появился ну и не на пустом месте он же почему-то же храм же строить то взялся же достраивать это все хотя это как говорится чуть не дохлый номер был 16 лет это все тянулось так что господь вот он он там вот для для тех за для зрячих то все показывает ведь вот даже сейчас такие чудеса домой от чудеса доехали с ребенком с маленьким газета сломалась то вот вот когда он заезжал спятился вы действительно вот чудеса так всюду вокруг нас только смотри и внимай этому всему и учись столько чудес и вот так вот и все равно продолжал воскресенье и все это начало мудрости страх господний удерживает только на страх божий то есть при грицера горит помня конце дней своих и в век не согрешишь и все и удивляются что я вот с той бабушками у нее значит братья там и и родственники больше чем полгода не выдерживали братья запивали и вынуждены когда их прогоняли вдвоем жили пока девяносто девяносто первом году жизни сестра и умерла старшая сестра на и всех вы ничего как ты воля поняла что именно тебе господь положил на сердце ухожу а когда я осталась вот без родителей без мужа во первых а потом родителей похоронила и а привыкла же я ходить за стариками другого то у меня не было в таком движении на два двора нас то есть своя квартира и квартира и стариков то обслужить ездила в соседнее же село и все и вот осталось и и как будто бы мне знаешь да не как будто это даже как уныние немножко подступила потому что да 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 вот мне не хватало чего там не сестра сказала бы дадите это любовь александра на любая тетя любая она и посказана и ну не то что подсказала посоветовала говорит и найди старушку то себе и тебе не так будет уже пока ты это не можешь переехать что квартира там родительская еще не 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 подано и ты тут еще со своим то домом и я стала молиться во первых исповедовала что это вроде как уныние ко мне поступает тут тут прям потеряете у батюшки вот и стала молиться говорю господи идея больше всего нужна а там у меня есть правильно крещенная сестра во христе вместе мы работали татьяна тоже и и и и и наказала молись но это и брату тут наказывала конечно же молись где 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 господь меня хочет более более всего это он не это зовет потеряю посуда но там то еще пока я не могу же все бросить это оставить родительскую квартиру и тут вроде как еще не время ну и все и и и вот нашла света бабушка через татьяну нашлась она мне быстренько татьяна помолилась и я как как вот именно от бога ответ получила от бога таким образом так дело дело то в чем дети то меня особенно старше это жалела старшая которая еще далека сильно далека от бога младшая она ближе уже которая молится вот она то все звонит ну ты как как вроде здоровья да все что как-то к тебе с бабушкой а потом приехала летом отдыхать на озерах нам пожила и говорит так а тебе это нравится тебе это нравится так это поняла в чем предназначение это служить людям вот это счастье а не то что для себя как вот есть надо для себя пожить так это нет нет счастья в этом когда для себя живешь понимаешь вот так надо прямое нарушение заповеди божих да 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 вот чем счастье когда служишь и претерпеваешь и скорби и все претерпеваешь так а господь то помогает я же чувствую что это помогает когда я смиряюсь и бабушка то не всегда в адеквате хочется несколько раз у меня такой был момент хочется все бросить и уйти думаю ну а а как она 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 одна будет начать одна у нее не первый же уже перелом третий уже перелом понимаешь как как она мне ее жалко и и дело в том что у меня дети-то приезжают я даже не могу да я не отрывалась мне не страшно было оставить на ночь вроде хочется с детьми то там побыть с внуками с детьми а так вот разберусь разберусь я и могла бы ее оставить конечно надо ну там ночью это а мы-то здесь не молимся читаем а станка такого не будет у меня ну да везде понимаешь а для души то для моей то здесь то больше пользы и вот смиряешься остаешься но они господь то как дела и дети довольны и волки сытые и ход целый дети довольны и я себе это это вот к нуклу как говорится и и бабушка довольна как она она то ждет когда они уже уедут я день допустим водила возила их на озеро купаться у младшей то есть права и у старшей есть права она два года не садила за руль и говорит мам я побаиваюсь и вот и вынуждена была их кататься с внучкой а бабушка тоже со мной и столько че прочитывали мы и все этот день то а тут я детям посвящаю и она до кодани у тебя уже уедут вот представляешь вот так вот я решила что для моей души тоже это лучше чем чем с верующим детьми больше отдавать детям эти ночные брату брату виктору приехал отдохнуть тут легче отдохнуть но 7 месяцев я говорю запросила уже говорю отпуск а там кто остался с наха фермер сейчас тоже дочь пошел звонила тоже теперь в поле не залезет у него там оставались бобовые соли по моему зерно влажным уже убрал последнее и еще у него там наверно пары и пахать может быть работа еще было в поле жена его но на как в торговле тоже и занятая но с нахата бабушкина кормить то ходит кормит я узнаю через татьяну талкатель татьяна как раз моя подруга наказалась чёще вот этому виктору который я доказала молись говорю где меня бог видит где больше всего нужно она может быть да ну помолилась помолилась да и господь тоже вложил да вот вот она ситуация раз человек напрашивается но я тогда ситуацию не знала это действительно через бог открыл так ничего случайного не бывает мы же в промысел божий верим потому что написано что если чего просишь поволь его он дает желание сердца и мне прямо в глазах говорили мирские люди какую-то ношу на себя взвалила медики вот так вот ну а мне это так гляну на них думают ну понятно я в глазах как наверно юродивая может быть или глаза что бабушка то непростая же медики то знают на скорой ездит постоянно частенько и все такое прочее но а эти родственники на рассмотрели сколько же я выдержу интересно вот уже семь месяцев господь давно и я как сказала отдохну а там вернусь так что если бог будет угодно ну хотелось конечно летом хотелось с бабушкой очень хотелось но она постоянно скорую я на себе такую вот ответственность побоялась честно говоря ну понятно хотя вот у нее расположен она даже даже готовила речь что сказать и гнатью тихоновича как с ним с ним поговорить и она относилась и относится к нему благоговейно вот так вот что человек от бога она это понимает она не все принимает и вот ну как как обычно из московской патриархии что войну оправдывает как не воевать я тоже с ней столько раз об этом говорили здесь на смирение при слову божьем да и вот мы читали сколько это там дверь закрылась и как-то ну вроде бы уже несколько раз таких разговоров было на как-то вроде как соглашается и дайте тихонича послушала на когда вот давай не а я ей включала ролики а николай николай леонос то я сама их два раза пересматривала флакова второй раз когда он уже умер слезы думаю такой как старшая моя дочка и так жалко было я говорю вот так ну парень то хороший умница да так с уважением говори со старшим уважением и мне он очень понравился и мне кажется он мировоззрение даже поменял черт так вот и молюсь я за него как бог на сердце положил я молюсь как православным умершим там православие как как нужно вот и она тоже это послушала и вот как то наверно тоже немножечко даже мы не сразу же на ляжет все это у ляжется а тем более у нее такая уже память как-то раз рассеянность идет вот и она забывает одно и то же несколько раз приходится повторять говорить так что вот так и жизнь у меня интересная интересно да нам у всех интересно всех интересно мы тоже сейчас весной ждешь как бы в потерявку приехать потрудиться осенью ждешь как бы бармену поехать вы не топите здесь топите иногда топим нет мы каждое утро готовим неделю он готовит неделю я готовлю то есть чабарничаем с ним там барнауле то есть большое попроще для благовестия а здесь то все она физически труд да труд труд это не хватает раньше когда выезжали по деревням как-то это все разбавлялась в неделю один день то в неделю радостно так было что походишь по благовествуешь пообщаешься с людьми сейчас то не хватает конечно в интернете это не то личная беседа всегда ничем не заменишь это же в однокласснике много на сбрасывал нынче немного нашли однокурсники вот и узнали я вот а сейчас не имею такой возможности что сбрасывает а ты этого не видел в одноклассниках андрей смирягин через которую я уверал видела видела его проповедь в храмах да 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 ну фотографии не я слышать я не слышала не слышала у него же в одноклассниках есть страница там выставлять свои видео послушать будет послушать да он прямо в храме я вижу что он логовестует занимается то там то там ему один священник там благословил везде ходи пансионаты вот эти все старческие дома хотя до этого священник этот его называл сектантом он был у другого священника отца андрея и когда у них там беседа была четыре священника собрались против андрея и что вроде как ты там распространяешь книги игнатьева насчет и сектант ты там против войны вот этого него в обвинение ставили вот и он тогда нет я православный а ну они видят нет ты все-таки вроде сектант а потом этот который все больше восставал на него отец Игорь с булнаша он наоборот сейчас его приютил и дает ему попроще для благовестия все меняется терпением приобретайте да да душа ваша а если бы как сказать тоже вы штыки бы так вот принял и может быть попроще священника осмирением терпением приобретать друзей надо да у него тоже там вот за мощи его тоже то что о мощах он правильно говорит то есть тоже не очень зато любит вот так что если это правда я сразу вспоминаю библейский персонаж я тут тоже вот этот дмитрий крас кузнецову может тоже спотнулся на этих мощах он взял на брата Андрея там одному священнику который как раз его отец Игорь приютил он нажалился он говорит мощи не почитает там против мощей тот на него вроде вот я ему привел библейский пример с этим с медным змеем когда господь повелел сделать моисею вот а в дальнейшем когда уже пришел там царь языки языки вроде он разрушил этого медной змеи почему то что его уже стали к кидала кого-то почитать не хуштан начали назвать ну то есть идола сделал у нас точно так же перекос идет что с иконами что с этими мощами то же самое люди идут уже не богу мощам там или к иконе я вот беседы слушаю там православные беседы с протестантами протестанты стоят в обвинении вашей храм называется не в честь Богородица в честь иконы Богородица да типа ну что это такое наши начинают оправдывать то есть ну это лукасство надо уж прямо говорить так у нас тоже батюшка сколько раз икона спасает он обоваривается я сколько раз поправляла его он бывает и сам поправится а потом икона спасает вот так а если уж батюшка говорится хорошо говорит о прихожанах ну да ему же верят верят конечно же верят потому что читают образовывать мало образуются самообразованием то занимаются а больше всего на батюшек полагаются ну у захария же сказано что вестник господа салофа должен быть священник то есть закон божий нести людям слово божие почему люди доверяют ему вроде они проверяют тоже поздновато да 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 спасибо кристос воля чтобы посетила нас но у меня я не выдержала да ну да давай второй день тут и и не бегу его эти sun и на молитву стали сколько времени нет сейчас уже все если чуть темнятся начал на самый запасе данного было это пораньше подойти он ждал сидела, потом 15-17. Я говорю, наверное, они не придут, раз дождь идет во всем. Слава Христу!